Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами вновь разговариваем о кислоте в вине. Поговорим о том, когда от нее избавляться, как от нее избавляться. И все это в комплексе, чтобы ваше вино получилось действительно вкусным, действительно классным. И вы его не испортили и не погубили. Конечно, прежде чем мы вообще будем разговаривать о том, как избавляться от кислоты в вине, сегодня, кратенько затронем тему, а нужно ли вообще это делать. Я много раз говорила о том, что не надо спешить избавляться от кислоты. Кислота – это основа всего виноделия. Кислота – основа вкуса и основа сохранности вина. Но, конечно, если вы используете недозрелый виноград, если вы используете некачественный виноград, да, с кислотой могут быть проблемы. И, конечно, самый важный и главный здесь совет – перестаньте работать с таким виноградом. Я понимаю, что в какой-то сезон, да, действительно, погода нас подводит, и у нас получается виноград, да, кислый, да, над ним надо колдовать. Но это далеко не каждый год. И поэтому, если вы имеете эту проблему ежегодно, задумайтесь над тем, чтобы просто поменять сорт. Я часто слышу, в нашем регионе ничего не растет, кроме Изабеллы. Серьезно? Если у вас растет Изабелла или Альфа, это вообще сорта с поздними сроками созревания, то у вас будут расти и множество других сортов. Даже вот сегодня немножко поговорим о конкретике. Близкие сорта, похожие сорта, которые достаточно просты в уходе – Зилга. Симоне. Пожалуйста, созревает в моих условиях. Симоне – это конец августа, начало сентября. Зилга при шикарной нагрузке, даже в плохие годы – середина сентября. Никаких коррекций по сахару, никаких коррекций по кислоте. Вам ничего не надо делать. Вы просто отжали виноград, вернее, подавили, побродил на мезге, отжали, поставили бродить. Все, получили классное вино. Даже в молодом состоянии, когда вот только сахар ушел, да, оно будет слегка кисловато, но оно уже будет приятное и хорошо питься. А если мы чуть-чуть проявим терпение, выдержку, это то, о чем я так часто говорю, то тогда вообще никаких проблем не будет. Есть еще замечательный, шикарный сорт русский ранний, который тоже рано созревает. Сам по себе один в вине, он не будет хорош. Почему? Потому что у него вообще кислоты мало. Но если вы хотите вот сохранить эти ваши кислые кусты, ну, по какой-то причине, у каждого она может быть своя, пожалуйста, посадите к нему дополнение, вот тот же русский ранний. Вы получите хороший сахар, вы получите разбавление кислоты, и вы получите классное вино. Без вот этих вот танцев с бубнами, что от чего-то как-то надо избавляться. Ни от чего не надо будет избавляться, если мы будем растить хорошие сорта винограда. Их сейчас много ранних, которые рано созревают, у которых вот все эти параметры, нужные для вина, в балансе. И более того, я уверена, что вот когда вы попробуете выращивать более ранний виноград с другими параметрами, вы скажете сами себе, почему я столько времени вот с этим всем мучился, с этой кислотой. А всего лишь, ну, все просто. Теперь это доступно. И переходим все-таки к вопросу, как и когда избавляться от кислоты. Недавно мне прислали, спасибо, Сергей, ссылку на видео, где рассказывают про раскисление вина, избавление от кислоты при помощи мела. Да, действительно, мела, вино раскисляют. Чуть позже мы поговорим об этом подробнее, а сейчас о сроках. Вот в том видео мужчина так интересно все рассказывает. Ну, он говорит о том, вот ваше вино отбродило, оно кислое, тут же надо от кислоты избавляться. Иначе вино будет плохо храниться. Но это вообще-то, к сожалению, полное незнание вообще процессов виноделия. Много раз мы оговаривали с вами, что кислота способствует хранению вина. Кислота защищает вино от окисления химического, раз, от развития всяких болезнетворных микроорганизмов, которые портят ваше вино. Поэтому, если мы хотим вино хранить, то спешить избавляться от кислоты категорически нельзя. Это первое. Второе. Наше вино только отбродило. Мы много раз разговаривали о основных этапах виноделия, о том, что происходит с вином. Первое у нас брожение спиртовое. Сахар превращается в спирт. И у нас есть две кислоты в вине. Яблочная, более зеленая, более резкая, более щепучая. И винная кислота. Как правило, после спиртового брожения иногда вместе у нас протекает яблочно-молочное брожение. Когда вот эта жгучая яблочная кислота превращается в молочную. И да, с одной стороны я сказала, что иногда яблочно-молочное брожение протекает вместе со спиртовым. Но, как правило, оно длиннее гораздо. И поэтому, если ваше вино только отбродило, особенно если оно бывает так, что буквально за 10, за 15, за 20 дней уже все брожение закончилось. Якобы. Так вот, яблочно-молочное еще не прошло. И вот эта кислота еще не преобразовалась. И то, что вино кисло, это абсолютно нормально. Надо дать возможность завершиться нужному процессу. Это раз. У нас есть еще один процесс. Выпадение винного камня. Когда винная кислота связывается с солями калия, которые находятся в сусле, и выпадает в осадок. То есть часть этой кислоты уходит. И это процессы, которые происходят практически во всех винах. У нас только отбродило, и мы уже пытаемся быстро что-то сделать. Зачем? Нам надо всего лишь подождать, и эти процессы пройдут. Что такое раскисление мелом? Мел – это карбонат кальция. Вот этот карбонат кальция связывается с этой самой винной кислотой. И соль. Кальция выпадает в осадок. То есть, смотрите, у нас вино отбродило. Напомню, у нас есть две кислоты. Если мы использовали не совсем качественный, не совсем дозревший виноград, у нас яблочной кислоты много. И мел к яблочной кислоте не имеет никакого отношения. Мы уберем винную кислоту, которая, напомню, основа вкуса, да? Вкус, то есть кислота для того, чтобы вино было вкусным, должна быть обязательно. Если мы кислоту уберем, у нас вино становится плоским, вообще безжизненным, бесхарактерным. И получается, абы что? Так вот, у нас жгучая яблочная остается. Вину мы убираем. И чего мы добились? Ничего, мы испортили наше вино. Храниться оно будет плохо. Раз. И по вкусу оно тоже будет не очень. Более того, мел, еще раз напомню, карбонат кальция. Так вот, кальциевы, соли, винной кислоты выпадают долго. И поэтому моментально вы свое вино от кислоты не избавите. Это процесс долгий. Можно было просто подождать. Ничего не делать. Никаких телодвижений. И вино и так бы само пришло к нормальному состоянию. А уж ежели нам так горит, побыстрее наше вино выпить, и оно у нас кислое, да, то самый лучший, самый простой способ будет это разбавление какими-то сладкими и низкокислотными соками. Да, мы разбавляем все, конечно. Мы разбавляем ароматику, мы разбавляем спирт. Ну, напитки типа сангри. Вкусные, хорошие, почему нет? Это будет самый простой, самый быстрый и самый действенный вариант. Есть варианты посложнее. Вот те же раскислители. То есть мел, да, он доступен. Но это далеко не самый лучший вариант. Эффективнее использовать карбонат калия. Причем он есть просто карбонат и бикарбонат. Так вот, бикарбонат более желателен. Для использования он действует более мягко. И когда мы используем вот калиевые соли, когда они связываются с винной кислотой, скорость оседания можно регулировать температурой. Чем холоднее, вот мы все время говорим, криостабилизация, да, холодная стабилизация, мы на холод наше вино переместили, до минус 4. Если температура ниже, вино начинает замерзать. Это плохо, так делать не надо. А так любая температура, ну понятно, чем ниже, тем быстрее процесс будет идти. И вот под этой холодной температурой калиевые соли, винной кислоты, начинают выпадать. Соответственно, если мы вот хотим поторопить, да, мы добавили карбонат калия, переместили в холод, и процесс пойдет быстрее. То есть использование специальных агентов гораздо лучше, чем использовать мел. Но, смотрите, опять же, у нас ведь есть и естественные процессы оседания вот этого винного камня, да, и яблочно-молочного брожения. И вот мы начинаем торопиться, мы начинаем что-то делать, и мы можем получить вот это самое плоское, безжизненное вино. Просто потому, что мы поторопились, потому что мы не дали вину пройти нужные циклы. Но мы торопимся, да, мы очень хотим что-то сделать быстрее. Еще раз напомню, что вот карбонат калия, карбонат кальция, он убирает винную кислоту. Если мы использовали недозревший виноград, там кислота яблочная, и мы ее не уберем. Мы, ну, как бы, более желательную кислоту убираем, резко остается, что мы получаем. Ну, куча бесполезных действий на самом деле. Так вот, если мы торопимся, если нам, ну, вот так вот очень-очень хочется наше вино раскислить, идем в специализированные магазины, которые продают товары для виноделия. Там есть, ну, вот мне попадались на глаза коммерческие марки различных раскислителей, которые могут и яблочную кислоту в том числе убирать. Какой-то мне попался на глаза, я не буду называть, потому что, ну, как бы, может быть их много. Я не знаю, насколько они продаются в разных магазинах. Я знаю, что они есть. Вот где-то мне попадалась информация, что вплоть до того, что полчаса нужно для того, чтобы вот эту вот кислоту и ту другую убрать. Может, я, конечно, чуть-чуть путаю, но есть то, что работает быстро. Есть то, что специально создано для того, чтобы вот эти кислоты убирать. И даже если вы живете где-то там в деревнях, где-то далеко, то сейчас, ну, доставка есть везде. И проще через интернет заказать в каком-то вот специализированном магазине специализированные вещи, которые специально сделаны для этих целей, их использовать, чем вот делать эти танцы с бубнами, с мелом. Ну, вы можете просто реально все испортить. Не спасти ваше вино. Вот в том ролике прям вот мы спасаем ваше вино. Да не спасайте вы его. Вы его губите своими же собственными ручками. Поэтому либо... У нас два варианта, даже три. Первый – это растим хороший виноград, который не будет требовать никаких коррекций. Второе – мы проявляем терпение. Мы даем время нашему вину, нашему еще даже суслу, на самом деле, пройти все, что ему положено и прийти к нужному результату. Либо вариант третий – мы покупаем нормальные реагенты, которые специально для этого предназначены. Там есть инструкция, там есть все. И в любом вот таком специализированном магазине вас специально обученные люди проконсультируют, что лучше, что будет быстрее работать, что наиболее эффективно. И да, здесь лучше... Ну, понятно, что они стоят денег, но лучше их потратить, чем испортить ваши труды. И потом вы точно так же будете, например, долго ждать, пока в ваше вино вот эти там милые осядут, да? Либо вы вообще все испортите. Поэтому либо мы проявляем терпение, либо мы чуть-чуть повышаем свои затраты, но приходим точно так же к нормальному и хорошему результату. И если вы вот все-таки решили, что вам нужны какие-то реагенты, не спешите применять ко всему объему. Попробуйте на маленьком, проверьте, действительно ли вы получили нужный эффект, а потом уже работайте на большом объеме. Испортить легко, восстановить потом будет сложно, в общем-то практически невозможно. Ну и цените свой труд. И в том числе цените свой труд, еще раз повторюсь, да, обращу ваше внимание, выращивая хороший виноград. Тогда вам не надо будет в дальнейшем думать, что там воду, сахар, мел, яичную скорлупу, вариантов там может быть очень много. Вам этого не придется делать. Вы просто будете брать виноград, ставить его бродить и получать хороший, качественный продукт. И еще раз напоминаю, что кислота для вина важна, особенно если мы собираемся его хранить. Ну, что хочется сказать напоследок. Избавление вина от кислоты, особенно после окончания, вот только-только после окончания брожения, это не спасение вина. И как раз-таки вино надо спасать от таких действий. Поэтому я еще раз вас призываю не спешить. Я еще раз призываю вас проявить выдержку. Конечно, идеальный вариант использовать хороший виноград. Ну, да, к сожалению, в какие-то годы с кислотой у нас могут быть проблемы. Тогда проявляем выдержку и используем научные методы, научные подходы. Желаю, чтобы у вас были хорошие вкусные вина, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и мои контакты. И до новых встреч!